Абакан-24 и все дети города представляют уникальную, развлекательную, авторскую программу Ура, дети! Здравствуйте всем на планете! С вами веселые, зажигательные дети! Доброго денечка, друзья! Официально наступил второй месяц весны! Кстати, о настроении, Ева, как ты вообще? Ну знаешь, когда солнце светит, птички щебечут, вроде все хорошо Это правда! Давай проанонтируем сегодняшние рубрики! Непременно это Hello Kids! Хобби, наука, а также мода! Ведь весной всем хочется обновлений новых вещей и оригинальных деталей Актуальных цветов и новых фасонов Как вы уже поняли, мы открываем новый сюжет о моде Модель Катя Грибкова готова вновь поделиться новыми знаниями Привет! Меня зовут Катя и сегодня мы будем вдохновляться трендами для создания бомбических образов Ведь это рубрика мода в программе Ура, дети! И сегодня мы поговорим о юбках Ведь в прошлых сюжетах этот важный предмет женского гардероба я показывала всего лишь раз Пора поговорить о них поподробнее Кстати, вы заметили, что я не просто вам показываю какие-то модные вещи А стараюсь собирать из них капсулы Ну, для начала, наверное, разберем, что же такое капсула Капсула – это базовые вещи, которые можно собирать в разных вариантах А капсульным гардеробом считается та одежда, которая бывает в моде вне зависимости от трендов Ее нужно просто смешивать с сезонными вещами Все-таки поговорим о юбках В этом сезоне модные очень короткие юбки Длина которых максимум достигает колена Модные юбки из таких материалов, как Деним, напомню, так называется джинсовая ткань Кожа, или вернее, эко-кожа Это очень практичная ткань, которая не требует частых стирок и глажки Вязаные юбки Они, конечно, отходят на задний план, так как уже приближается лето и теплые денечки Но если все-таки вы обожаете свою юбку, вязанную собственными руками То вы можете поносить ее еще месяцок Ну что ж, с теорией мы справились Теперь давайте посмотрим, как же вписать юбки в свой повседневный гардероб Да так, чтобы вас похвалили ваши родители, друзья и даже учителя Мы надеваем черные капроновые колготки Черную юбку из эко-кожи Сверху надеваем блестящую футболку И рубашку Ну вот, получился модный скромный образ для школы И у ваших учителей не возникнут вопросы Кстати, мы можем вообще снять рубашку и одеть вместо нее джинсовую куртку И пойти так в кино или кафе с крашем И тогда он будет смотреть точно не только на экран Если вы не любите блестящего, то могу предложить вам следующую капсулу Мы оставляем те же самые капронки и юбку Но меняем блестящую футболку наверх от спортивного костюма Кстати, сюда, как и в предыдущий образ, можно, даже нужно, добавить яркие аксессуары Например, чокер из разноцветных бусин или неоновые резинки Можно, кстати, надевать два аксессуара, которые, кажется, что не сочетаются между собой Например, я надела чокер и подвеску с сердечком Сейчас я поменяла юбку на красную В такую школу точно не пойдешь И я надела тот же самый верх от спортивного костюма Кстати, обратите внимание, я поменяла аксессуар И еще эту юбку можно носить с той футболкой, которую я уже надевала И еще эту футболку я показывала в самом первом выпуске Вот она Поэтому необязательно иметь целый магазин вещей для того, чтобы собирать классные образы И еще один важный момент Этой весной не носите юбки с каблуками Потому что это анти-тренд Сейчас можно носить юбки с кроссовками Менее хорошо одеваться не зависит от большого количества одежды Это вопрос гармонии и здравого смысла Кстати, о здравом смысле Вот этот бежевый костюм, который фигурировал сегодня во всех образах Хороший пример капсульного гардероба Потому что каждую его часть можно миксовать с любой другой сезонной вещью На сегодня это все Комбинируйте и составляйте свои классные луки с трендовыми юбками И выкладывайте в ВК с хэштегом Ура, дети, мода Самые классные фотки образов попадут в следующую передачу Теперь точно все Пока-пока Лука, а чем ты занимаешься помимо учебы? Я занимаюсь плаванием Ева, а ты чем занимаешься? Я занимаюсь устойным теннисом и хороша плита из бисера Ева, ты не просто так сейчас заговорила об этом? Конечно нет Мы почти всегда показываем в нашей рубрике такие места, куда можно отправиться детям Да, потому что не все знают, чем они хотят заняться в жизни Мы рассказываем, что увлечения бывают разными, как и сами люди Нет в мире двух одинаковых людей Но наши хобби могут совпадать Именно так появляются единомышленники и друзья Поэтому мы готовы рассказать вам еще об одном месте, где учат робототехники Гоу! Да, что-то валится из рук, что-то не получается, но самое главное не опускать эти самые руки и пробовать снова Лего – это очень детализированный конструктор Его используют для сборки и моделирования разнообразных предметов Из лего можно собрать транспортные средства, здания, а также движущихся роботов Все, что построено, можно разобрать, а детали использовать снова для создания уже других объектов Именно поэтому направление робототехники во всех образовательных учреждениях пользуется особой популярностью Расскажи, пожалуйста, что у тебя за проект? Что ты сейчас делаешь? Я ее уже доделал, но просто маленько еще доделать Это проект, который я делал просто сам, не по программе, а сам Что это? То есть ты создавал робота-машину, что она у тебя умеет делать? Она может стены ломать, может отпускать другую машину Как она стены ломает? Ну вот эта вот Боевая машина, так скажи То есть ты сейчас строишь дорогу, чтобы она у тебя могла поехать? Ну, в принципе, да Ты нам покажешь в конце урока? Да, вы уже знаете, наша съемочная группа крайне любопытна И мы пошли разговаривать со всеми ребятами, которые были на занятии Мотоцикл, он очень детализированный Мы его делали вместе То есть тут можно разглядеть мелкие детали наподобие мотора Подножки И фар Мы его делали довольно-таки долго Несколько недель Ну и в принципе все И он сделан полностью из лего техника Что он не делает? Он не рабочий То есть пока что он умеет только Ну то есть как просто фигурка Ну вы его будете прям программировать, чтобы он сам откуда работал? Да Да, вскоре Как вы распределили работу? Ну, я детали искал Да Я искал детали, смотрел инструкции и помогал А сам это собирал Матвей Нет, мы вместе с ним все делали Ну почему? В Савелиич Мых сегодня строит самолет Детализированный и красивый, как в парке развлечений Который будет на шестеренке передвигаться вверх-вниз Как давно ты сюда ходишь и чему ты здесь научился? Около трех месяцев Ну, я сначала ничего не умел, думал, а легко все соберу Потом оказалось, что это не так уж и легко А сам я начал собирать, когда увидел, как один мальчик, значит, сделал гусеничную машину на, в принципе, одного моторчика Вот я, значит, за ним начал пример брать и вот сделал Сейчас у тебя будет самолет, как думаешь, насколько, сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы сделать самолет? Одно занятие Одно занятие? Ну, он маленький Возможно, мы его увидим, да, еще сейчас? Хорошо, давай, успех Возможно, но не точно У Егора Тарачешникова нет разумения Он на прошлом уроке хотел создать большой грузовик с прицепом, но кто-то разобрал его прицеп Теперь он ищет новые детали, чтобы построить его снова Я люблю собирать лего с детства Вот Родителям говорю, запишите меня, запишите Вот, записали Ну и что было первым твоим проектом? Что ты сделал? Первым проектом я сделал стандартного робота Он умел ездить, к нему еще можно было присоединять разные датчики Мне сейчас нужно средний мотор и детали, которые нужны для скрепления Тут лего, я люблю собирать лего Можно программировать их Закончу программировать, буду собирать другого Ну ладно, успехов тебе Спасибо Роботы уже сегодня могут выполнять практически всю тяжелую, монотонную, так называемую черную работу Хочется верить, что в ближайшем будущем человек сможет заниматься исключительно творческой деятельностью А также уделять больше времени своим родным и близким К этому позитивному развитию событий нас приближают эти светлые умы Продолжение следует Сильно интересно! Ева, а помнишь, как ты хотела записаться к педагогу программирования? Да, помню Записалась? Нет, пока еще дела были, но скоро запишусь Если это действительно твое, то ты обязательно придешь к этому Верно, но я думаю, что пора перейти к нашей всегда повторяющейся рубрике Hello Kids К тому же Оксана уже в сети, она ждет нас Привет, Оксана! Мы скучали! Пикабу! I see you! Привет, мой друг! Я вижу тебя и я тебе аплодирую, потому что ты до сих пор с нами и учишь английский! Ю-ху! Победа за нами! И сегодня мы с тобой познакомимся со словом... Какое слово? Я в холодильнике! Значит, будем учить, как холодильник! Ребят, у него есть старенькое название Refrigerator Такое название, что аж уши в трубочку заворачиваются Это название уже не употребляют Поэтому, если где услышите, используем сокращение Fridge Это холодильник Fridge Повторим вместе? Fridge Молодцы! Получилось! It's a fridge Так, а кто-то там молчит и смотрит только Я тоже могу смотреть? Давай-ка повторять! It's a fridge Вот, ты умничка! Все у тебя получается! Теперь подходим к холодильнику и говорим Hello, Mr. Fridge А то не откроет Fridge Давай пять раз Я буду пальчики открывать, а ты повторяешь Хорошо? Fridge Браво! Вот и выучили с тобой какое слово? Да Fridge Будем знать? Умнички, ребята! До новых встреч! See you later! Bye! Ева, ты же знаешь, что школьники, занимающиеся наукой, даже в третьем классе могут запатентовать свои изобретения? А что такое запатентовать? Это значит, что закрепить за собой право на что-то Есть такие примеры в Абакане? Наши ребята недавно в Казань ездили на научную конференцию Да, и Анастасия Ященко привезла в Хакассию второе место Школьники Анастасия Ященко и Даниил Слюта недавно вернулись из Казани Они ездили на седьмую всероссийскую научную конференцию учащихся имени Лобачевского, где явно успели заявить о себе В этом году в конференции приняли участие 1628 школьников из 43 регионов России Проект Анастасии занял второе место, а работу Даниила отметили члены жюри и предложили кое-что доработать И вновь принять участие в конференции уже в будущем году Настя, расскажи о своем проекте, как он называется, как он работает Проект называется автоматизированная гидропонная ферма Что она собой подразумевает, это такой небольшой стеллаж, на котором выращиваются культуры либо же овощей, цветов, либо же какой-то микрозелени На данный момент мы проводим эксперимент, что вы можете наблюдать Это по выращиванию салата и лука На данный момент мы уже делаем этот проект около года, плюс-минус пару месяцев, может быть Как зарождалась эта идея? Идея попала вообще нам в голову, можно сказать, спонтанно Мой руководитель пришел и сказал, вот было бы классно собрать что-то подобное И как бы начался сбор материала, какой-то информации, как это все работает, как это должно быть устроено И постепенно мы начали собирать Сначала прототипы у нас были не очень успешны, выращивалось на них очень плохо Либо света не хватало, либо еще что-то И мы начали это дорабатывать И на данный момент проект достаточно успешен Выращиваемость, схожесть семян составляет около 90%, что мы очень рады Это очень хороший результат Света хватает, температура, которая оптимальна для растений, тоже очень хорошая Это поддерживается все А на данный момент здесь 29 градусов, что для растений очень хорошо То есть они примерно 25-30 градусов очень хорошо для растений Если говорить про работу, то начинается все с первого резервуара При помощи компрессора вода попадает во второй резервуар, где происходит смешивание По системе трубок это проходит в данный аппарат, который как раз и регулирует PH воды Также минеральные удобрения, которые тоже нужны для данного вида культур В дальнейшем вода попадает обратно во второй резервуар Дальше по системе трубок вода проходит к данному стеллажу То есть это будут соединены в дальнейшем все стеллажи На данный момент это только один По системе трубок при помощи капельного полива Здесь у нас на первом ярусе можно сказать, что это при помощи вот таких капельниц на втором этаже При помощи таких мы смотрим, какой более эффективен будет Здесь мы выращиваем салат И вот также по системе трубок каждому корню подается вода И также мы проработали обратный приток воды Это вот там есть труба, по которой избытки воды переходят Также по системе трубок это все так возвращается и попадает во второй резервуар Оттуда вода обычная попадает Здесь обычная вода, здесь уже отрегулированная PH и удобрение PH это тоже удобрение PH это кислотный показатель воды То есть есть щелочной, есть кислотный Нам нужен более нейтральный, это где-то около 7-8 И как раз выравниваться здесь Вот вы можете увидеть, что PH 6,4 это нормально на данный момент И как раз регулирует данный аппарат это все Ну вот я вижу, что некоторые растения не взошли Что это также можно сказать насчет того, что это эксперимент Где-то не хватает давления, чтобы протолкнуть воду Либо же всхожий семян Если посмотреть здесь, что все более обильно Здесь как-то не очень Ну всхожий как-то подвела нас Семена тут разные Здесь более одна, это другие семена Я точно не скажу, как название этих семян, видов И почему-то вот так получилось Если же посмотреть с луком ситуация вообще другая То есть все прекрасно, он светет и зеленеет Салатом же как-то получилось так Но мы будем разбираться, смотреть причины Почему так вообще произошло А вы дегустировали овощи, полученные здесь? Да, здесь мы дегустировали, лук уже посрезали То есть это уже пробовали, можно сказать, на некую продажу пошло Насчет салата он еще пока не созрел, еще не готов То есть он еще не вырос, не прошло определенное количество времени Настя, ну а дальше какие планы? Что будешь делать дальше? Дальше мы, конечно же, будем все это дорабатывать Подключать остальные стеллажи к такому центральному пульту И все Вот эти стеллажи Да, все стеллажи, которые здесь находятся, будут работать Также будут полностью автоматизированы Также все будет на неком автомате И также будут выращиваться другие культуры Не только это на данный момент такой эксперимент И будут более серьезные какие-то культуры Которые более требовательны к условиям какой-то окружающей среды Либо какого-то ухода за ними Настя совершенно случайно попала в кванториум Это была школьная экскурсия в восьмом классе Ребятам рассказали, что есть такой центр дополнительного образования Объяснили, что здесь можно писать проекты и реализовывать себя Сейчас девушка уже в выпускном одиннадцатом классе Скоро ей предстоит сдавать экзамены Можно сказать, Анастасия выросла в кванториуме И в одном из интервью Абакан24 она сообщила Если говорить в принципе, что меня там задерживает Это, наверное, как раз мой руководитель Владимир Андреевич Но не в плане насильной, а именно Не уходи Да, в плане его метода преподавания Это очень интересно Я когда пришла первый год Я прям каждый раз ходила Я, наверное, каждый день там была Потому что мне настолько было интересно Я писала проекты Сначала больше исследовательские Потом как-то мы свернули плавненько инженерно-техническую часть И мне нравилось именно участвовать Я не знаю, Владимир Андреевич был тот человек-инициатором Который просто надо вот тут, надо здесь, надо там И мне так это все понравилось И я прям с таким Каждый раз приходила И я такая, вау, а как так? И вот такой оборот начался мероприятий Меня стали там, замечали где-то здесь замечать И мне так это понравилось И сам процесс написания проектов Что-то делать самому Это очень все интересно Настя планирует поступать в Казанский госуниверситет Где, собственно, и проходила конференция По словам их наставника Владимира Барсукова Участие в конкурсе – это была ее инициатива Ведь победители и призеры имеют возможность Получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ Что же, пожелаем удачи А теперь обратимся еще к одному участнику Этого яркого научного события Мой проект «Домашняя аквапоника» заключается в выращивании растений С гидробионтами То есть у нас есть нижний отсек, аквариум Из которого будет переходить вода в резервуар С трехступенчатым фильтром И потом в резервуар для выращивания растений Минутом аквапоники Вода находится в резервуаре с аквакультурой Там гидробионты будут находиться Которые будут продуктами своей жизнедеятельности Удобрять воду Которая будет попадать к растениям Тем самым удобряясь их На данный момент мы придумали новый способ аэрации И сегодня мы его поставили для эксперимента В дальнейшем мы планируем полностью провести автоматизацию И модернизацию нашей аквапоновой системы Саму аквапонику мы смоделировали в 3D-программе «CrowDraw» Где нам после этого ее вырезали на станке лазерном И впоследствии мы сами ее склеили И придумали для нее такой дизайн На чем она склеивается? Герметик и клей, который сплавливает стекло Ну и что там внутри? Несколько отсеков Вот здесь будут растения Растения, которые будут выращиваться Пока что мы используем керамзит Но в дальнейшем тоже планируем подключить минеральную вату Трехступенчатый фильтр будет наполнен губкой из полиостирола Который будет задерживать крупные частицы грязи Печеное стекло будет удалять нитрит и нитрат из воды А циолит в дальнейшем очищает воду от тяжелых металлов Где она будет потом поступать к растениям Которые будут получать уже остаточные минеральные вещества и органические И чистая вода будет сливаться обратно к рыбам Вода здесь находится С помощью насоса Она будет сюда В растения Нет, сначала фильтр А потом уже с помощью Того, что здесь у нас отверстия имеется Она будет переливаться к фильтру растений А здесь она уже будет обратно всасываться И переливаться сюда Сюда, потом сюда То есть это все фильтры Потом она попадает в растения Окончательные фильтрации происходят в растениях, где они употребляют вещества И потом он обратно к рыбам Я просто очень долго поняла Созданная Даниилом система не совершенна Есть огрехи, которые нужно исправить Но по словам десятиклассника Уже к концу этого года все будет полностью готово И будет активно функционировать У меня не было опыта в склеивании аквариумов И было очень много протеющих воды Они сейчас имеются Нам надо будет дорабатывать Вот здесь этот счет И мы его полностью хотим сейчас заново склеивать То есть его нужно будет заново разобрать? Его нужно будет срезать герметик здесь с этой стороны И заново его проклеить ровным слоем Это фильтр, да, ты включаешь? Нет, это я включаю аэратор Это опробный запуск, потому что нам надо будет его еще под камнями спрятать Для более декоративности И у нас под камня как бы будет отбираться воздух И насыщать воду кислородом Даниил в биоквантуме занимается уже три года И все это время с удовольствием сюда приходит Потому что Неординарное совершение для своих проектов Мы придумываем новые варианты Как будет выгоднее что-либо сделать Как показать проект с лучшей стороны Неординарность развивать какую-либо Что подставить, придумать Ну да, можно интересные коллаборации придумать Те же самые там Был способ передачи электричества без проводов Может было бы, так как у нас наши проекты потребляют электричество Можно будет как-нибудь попытаться взаимодействовать с этим Чтобы не было кучи проводов, которые будут свисать и мешать работе А так, как Настя сказала, было очень много интересных проектов Но некоторые проекты не совместимы с нашими Те же самые шагающие машины Там были большинство участков Их трудно применить к нашим проектам Думаю, вы тоже по-доброму удивлены И вдохновлены изобретениями нашей молодежи Хочется пожелать ребятам и их другу-наставнику Не останавливаться на достигнутом Новых интересных проектов Больших свершений и ярких побед Это все, о чем успели рассказать вам на сегодня Спасибо, что остаетесь с нами Увлеченные, радостные, активные Прощаются с вами Увидимся на следующей неделе До новых встреч! Ах, при веселых конях Ах, при веселых конях Декабрь, январь и февраль Скачем в будущее! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok